Телекомпания Сизанс представляет Как и во многих европейских странах, в Испании сильны традиции охоты Именно она стала родиной очень интересных и малоизвестных за пределами Пиренеев пород В основном они созданы для охоты На Балиарских островах обитает очень старая порода, Аденка и Беценка Многие считают эту собаку переходным видом от примитивных пород к борзы На юге Пиренейского полуострова в провинциях Андалусия и Эстермадура Была выведена особая порода, мощная гончая гальго Юг Испании богат дичью, от самой мелкой до самой крупной За несколько веков испанцы сумели вывести гончую породу, идеально адаптированную к местным условиям Где горы чередуются с плотом и равнинами В этом климате, очень сухом и горячим летом и довольно холодным зимой Гальго – идеальный выбор для любителей охоты На востоке Франции, в Латаргине, живет Мюсье Энарди, международный судья и признанный эксперт по испанским гончим Он организует выставки и соревнования по курсингу не только на озере Мадин Но и во многих районах Франции и Европы Первое, на что мы обращаем внимание, глядя на гончую, когда гальго выходит на круг для показа Это ее общий вид Гальго – очень стройная собака Она гораздо больше в длину, чем в высоту Средний размер собаки – 60-68 см для суки и 66-72 см для кобеля Еще одна характерная особенность гальго – в крупе он должен быть выше, чем в холке Голова у гальго треугольной формы Некоторые даже считают, что она похожа на голову гадюки Уши посажены довольно высоко Они имеют форму розы Хвост у гальго должен быть очень длинный, он поставлен низко Кончик загнут кверху Он может двигаться и влево, и вправо Когда собака находится в состоянии покоя, хвост обычно неподвижен Гальго держит хвост между лап Вот это типичное положение хвоста у гальго Он должен быть толстым у основания и постепенно сужаться к концу У породистого гальго конец хвоста всегда белый Еще одна особенность гальго – его лапы Они похожи на лапы зайца С заметно удлиненными пальцами Шерстью гальго может быть двух видов Тонкая и гладкая, или более жесткая средней длины Допустим любой окрас, за исключением чисто белого по всему корпусу Самые популярные, самые востребованные окрасы – насыщенный оленей, тигровой или черной Мускулатура у гальго хорошо развита Собака должна быть сухой, чтобы были видны ребра, по крайней мере первые четыре ребра На бедрах мышцы должны быть плоскими, так чтобы можно было разглядеть все сухожилия Все мышцы должны четко выступать под кожей Гальго ни в коем случае не должен казаться располневшим Четыре ребра видны не только у гальго, но и у других гончих Общеизвестно, что когда четвертое ребро начинает покрываться жиром и заплывает, так что его больше не видно, со стороны Сердце собаки тоже заплывает жиром В результате, поскольку сердце слегка зажато и не может биться в полную силу, как раньше Оно изнашивается быстрее, чем сердце здоровой, поджарой собаки Еще одна особенность гальго – это хорошо развитая грудь Его грудная клетка опускается довольно низко, на уровень колена Она достаточно объемная, чтобы вместить в себя мощные легкие Грудь гальго – идеальный пример для любой гончи Пошли, пошли Давайте разомнетесь Не хотите? Нужно побегать Родословная этой породы уходит вглубь веков Она появилась еще у древних кельтов, в степях Центральной Азии Еще до нашей эры, более пяти тысяч лет назад, охотники вывели для себя крупную собаку Гончую, которая помогала добывать пропитание Некоторые из кочевых племен осели в Галлии, другая часть перебралась в Ирландию Когда оказалось, что дальше двигаться некуда, они остались там Еще одна часть двинулась в Шотландию И все племена привели с собой больших собак, общего предка трех пород гончих Они стали предками гальго в Галии, ирландского волкодава, то есть большой ирландской гончей в Ирландии, дирхаунда в Шотландии Возникает естественный вопрос, почему в начале программы речь шла об Испании Это не ошибка Дело в том, что галы, древние кельтские племена, пришли на Пиренейский полуостров со своими собаками Там, где располагались их первые поселения, потом появилась провинция Галисия Галисия, Галлия Местное население назвало этих собак Галликоз Постепенно Галликоз превратилась в гальго С тех пор порода почти не изменилась Какие-то отличия, конечно, есть, но они не слишком большие Как вы знаете, Пиренейский полуостров был быстро захвачен арабами, которые привезли с собой арабских борзых Главным образом – слюги Я полагаю, что гальго – это результат селекции и скрещивания Это, безусловно, очень древняя старинная порода Ее можно назвать примитивной, если речь идет о жесткошерстной разновидности Гладкая шерсть, безусловно, результат скрещивания этой породы с Грейхаундом Эта порода определенно оказала значительное влияние на гальго Гальго – одна из самых общительных пород среди борзых Она отлично ладит и с людьми, и с другими собаками Вы можете спокойно заводить гальго, если в семье есть маленькие дети Она уживается со всеми, даже с кошками У вас не будет никаких проблем ни с соседями, ни с другими животными К сожалению, сейчас во Франции не разрешена охота с борзыми В том числе и с гальго Соответствующий закон был принят в 1845 году Но поскольку эти собаки созданы именно для охоты И в физическом, и главное, в психологическом смысле Они просто не могут без этого жить Им необходимо придумать что-то, что сможет заменить охоту Раз она запрещена Макс Брандели, известный заводчик гальго, нашел выход Он изобрел и внедрил во Франции особый вид спорта Его назвали охота за приманкой или курсинг Плохо ли, хорошо ли, но она заменяет настоящую охоту Подобные соревнования обычно проходят на естественной площадке С естественными препятствиями В условиях, максимально приближенных к настоящей охоте На площадке устанавливают определенное число шкивов Через них пропускают струну По которой с помощью моторчика передвигается шкура зайца С небольшими флажками, чтобы добыча была хорошо видна собакам Итак, у нас есть приманка, закрепленная на струне Она будет двигаться через шкивы, сворачивая то влево, то вправо Точно так же, как по полю несется заяц или кролик Для поддержания формы гальга и подготовки их к соревнованиям Месье Энарди часто навещает своего друга Марии Франсуаз Когда собаки бегут за квадроциклом по вагесским просторам Они не только развивают свои природные навыки И учатся преодолевать большие расстояния, но и соревнуются в скорости Довольно сложно заставить собак, которые не привыкли к шуму мотора Бежать за квадроциклом Обычно они бегают за приманкой У нее тоже есть моторчик Но там совсем другой уровень шума Так что это непростая задача Тем более, что местность неровная Тут необходимы хорошие навыки вождения, чтобы собаки не отстали Не всегда удается держать желаемую скорость, чтобы собаки не выбились из сил После таких тренировок Гальго и Месье Энарди могут уверенно выходить на любые, даже самые сложные соревнования Сейчас Сначала тринадцатый Гальго пятнадцатый Тридцать восьмой, тридцать девятый, по порядку Вот и я Я бегаю не так быстро, как собаки Когда гальго пускается в галоп Становится видна разница между ним и венгерским агаром По манере галопа, по манере бега Видно, что между венгерским агаром и гальго большая разница Я имею в виду, что ни кролик, ни заяц не могут замедлить бег Потому что их сразу настигнет гальго Но на прямых участках, благодаря своей мощи и скорости Венгерский агар легко обойдет гальго И, возможно, первым доберется до дичи Если, конечно, та не сменит направление Каждый год Финологи собираются в Париже, в Лангшамп, на крупнейшей выставке собак Сегодня мы встретили там месье Аюсо, заводчика гладкошерстных гальго Я родился среди гальго Вырос среди гальго Я с детства привык охотиться с гальго Мы всегда ходили с ними на охоту, иначе еду не добудешь Их можно научить многим вещам На специальных курсах, поскольку во Франции охота с гончими давно запрещена В Испании тоже есть курсы, но там они называются по-другому Испанцы называют эти специальные школы Кампо Абьерто, то есть открытое поле Здесь охота за настоящей дичью Дичь обычно ловят прямо перед тем, как ее выпускают на поле Есть судьи верхом на лошадях Если вы умеете держаться в седле, то можете взять лошадь и следить за своим питомцем Обычно охота длится недолго, 5-10 минут Собаки во время гона делятся на загонщика и ловца Заяц мечется в разные стороны, выписывает на поле круги И собаки автоматически меняются ролями Одна становится загонщиком, другая ловцом Потом наоборот Это собака, которую нельзя просто купить Ее можно заслужить, как дар свыше Если плато и равнины Южной Испании стали родиной Гальга В кустарниках Балиарских островов появился на свет Паденко и Биценко Который почти не менялся на протяжении веков Легенда гласит, что Ганнибала, он был родом с Ибицы В военных походах сопровождала именно Паденко и Биценко Блестящие охотничьи качества этих собак Позволяли ежедневно снабжать карфагенские войска свежим мясом В Вагезах мы опять встречаемся с месье Энарди На этот раз в сопровождении Паденко Паденко и Биценко собака среднего размера Рост суки этой породы колеблется от 60 до 68 сантиметров У кобеля от 66 до 72 сантиметров Туловище довольно длинное Собака немного больше длину, чем высоту Паденко отличался от других пород прежде всего своей головой С плоским черепом Морда собаки практически той же длины, что и череп Черепно-лицевые кости почти параллельны Переход к морде слабо выражен Он практически незаметен, можно сказать, что его нет У породистого Паденко миндалевидные глаза янтарного цвета Которые практически повторяют тон основного окраса Уши также типичны именно для этой собаки Для них характерна форма раковины Уши относительно крупные, обычно они стоят прямо Поскольку собака всегда на страже И они невероятно гибкие Нос должен быть телесного цвета Не допускается абсолютно никакой пигментации Это считается дефектом породы Спина длинная, прямая С мускулистым крупом Если говорить об этом экземпляре То спина могла бы быть чуть покороче Хвост расположен относительно низко Он должен заканчиваться типичной для породы белой кисточкой Мышцы Паденко должны быть мощными, скульптурными Их должно быть хорошо видно под кожей Чтобы они сразу бросались в глаза То же самое относится и к сухожилиям Передние лапы должны быть прямые Слегка вывернутые плечевой части Это характерно для собак, которым приходится прыгать Пальцы Паденко длинные Такой тип лапы обычно называют зайчей Подушечки очень плотные Они позволяют перемещаться по густым зарослям Не рання лапы А крас шерсти довольно однородный Допускаются любые оттенки От белого, да я бы назвал этот цвет красным А также до вот такого чистят красного оттенка Но есть обязательные условия Белая кисточка на хвосте Белые носочки Или белые пятна на лапах Еще есть белое пятно на голове И немного белого на груди Приблизительно в 16 веке Испанские охотники попробовали скрестить Паденко и Биценко с испанским жесткошерстным гальго Через пару веков собака приобрела характерные черты И таким образом появилась новая порода Современный Паденко и Биценко Представители этой породы обладают Всеми типичными чертами гладкошерстного Паденко Но с более жестким покровом Характерным для гальго На самом деле Эта собака родом из Древнего Египта Это была охотничья собака фараонов Ее называли Тесем Именно Тесем потихоньку захватил побережье Средиземного моря И добрался до Балеарских островов Он также прижился на Сицилии Где его потомки обитают до наших дней Эта собака очень похожа на Паденко и Биценко Но она меньше размером И ее назвали Ченерко де Этна Есть еще третья собака Которая осталась на Мальте Так называемая фараоновая собака Паденко и Биценко не боится лошадей Для него это такое же животное, как любое другое Если сверху сидит человек, еще лучше Собака чувствует себя в большей безопасности Паденко собака совсем не агрессивная Она приятное создание для всех, кроме дичи Если вам представится случай побывать на охоте Паденко и Биценко на островах На Ибице или Форментере Не пропустите это необыкновенное зрелище Погоня за дичью на равнине Не позволяет Паденко проявить свою исключительную способность Брать препятствия Но эта собака все равно блестяще справляется с поставленной задачей Хотя Паденко официально не входит в категорию борзых Их можно научить охотиться за дичью в манере присущей именно борзым Например, на этих соревнованиях Жесткошерстная Паденко помогает афганской борзой взять дичь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я добавлю Паденко призовое очко Хоть собака и не взяла цель, она проявила себя с исключительной стороны Как типичный представитель своей породы Паденко никогда не отнимает добычу у того, кто его опередил Если говорить о вкладе каждой собаки в удачную охоту, он одинаков Обе заслужили наивысшую оценку 3, 3,6, 2,8, 2,10 и 11 Паденко 3, 3,6, 2,8, 2,10 и 12 афганской борзой за то, что она оказалась чуть быстрее своего напарника Вы заметили одну любопытную деталь? Это был первый раз за весь сегодняшний день, когда собака залаяла Паденко лает только, чтобы поднять дичь Говорят, что Паденко и Беценко восходят к египетским богам Но это не производит особого впечатления на любителей собак во Франции Если существует связь между примитивными собаками и борзыми Паденко вобрал лучшие качества и тех, и других Так как Паденко не входит в группу борзых, с ним можно спокойно охотиться и на кролика, и на зайца Что касается Гальго, это несомненно одна из самых ласковых и самых типичных представителей класса борзых Идеально подходящая для жизни в семье Отличный спутник в занятиях спортом и на прогулках Программа подготовлена к эфиру по заказу студии Ю7 Редактор субтитров А.Семкин